Библейский портал экзегет.ру представляет о том, как Иеремия во время осады Иерусалима вавилонинами беседует с царем Садыкией и другими разными важными людьми в Иерусалиме. А почему 35-я и 36-я вдруг дают такое отступление, возвращают нас, как начинается 36-я, в 4-й год правления царя Иудеи Ивакима, сына Иосии, то есть предыдущего царя. Почему он до нас вдруг возвращает раньше? Ну, может быть, можно было сказать, ну, вот царь Садыкия такой был невнимательный, не хотел слушать Иеремию, это его личная особенность. Нет, но книга Иеремии, мы уже это выясняли, она располагает главы не хронологические, а логические. И вот тема 30-й глав – это отношение Иеремии с царским двором, с царем, с теми, кто вокруг него. И отношения, ну, плохие, это мягко будет сказано. Причём Иеремию не убивают, хотя царю очень легко отделаться от любого своего врага. Но его и демонстративно игнорируют. Если времена осады Иерусалима вавилонинами, это можно объяснить тем, что Иеремия – агент врага, тем, что он призывает сдаться вавилонинам, то при предшественнике Садыкия это объяснение явно не работает, но ведь было то же самое. 36-я глава описывает вроде бы спокойное, мирное время. «В четвёртый год правления царя Иудея Акима сына Иосия был Иеремий такое слово от Господа. Возьми свиток и запиши в него все слова об Израиле, Иудее и всех народах, всё, что я говорил тебе с того дня, когда я заговорил с тобой впервые в правлении Иосии и до ныне. Быть может, поймут потомки Иуды, какую беду я задумал послать им, и каждый из них оставит злой путь свой. Тогда я прощу им преступления, их и грехи». То есть здесь мы видим, пожалуй, впервые в Ветхом Завете запись пророчества. Не то, что никто никогда не записывал, но это никогда не описывалось подобными словами. Пророк – это человек, который говорит, возвещает что-то. А вот здесь мы видим запись, причём объяснение довольно понятно. Тот, кому обращена речь, не слушает, но, может быть, услышат другие, может быть, даже потомки. И более того, интересно, что дальше мы читаем технологию, как именно всё записывалось. «Иремей призвал Баруха, сына Нарии, и Барух под диктовку Иремей записал свиток все слова Господа, которые Господь говорил Иеремее». То есть при помощи секретаря пишется под диктовку. Это было довольно распространено в Древнем мире. «Иремей сказал Баруху, мне запрещено входить в Дом Господень». Смотрите, оказывается, его отлучили от храма задолго до всех тех трагических событий, о которых мы только что читали. Он не имеет права даже войти туда, не то, что там проповедовать. «Мне запрещено входить в Дом Господень». Такой неудобный пророк. «Иди туда ты и по свитку, которую ты записал под мою диктовку, прочти там слова Господа. Во всеуслышание пред всем народом, что соберётся в Доме Господнем в день поста». День поста, ну, тут не очень, может быть, однозначно ясно, о чём идёт речь. День поста – это, может быть, день умилостивления, Йом-Кипур, когда все постятся. Может быть, день, когда постятся по какой-то конкретной причине, моля Бога, отвратить опасность, например. «Всем жителям иудея, которые придут туда из своих городов, прочтите слова во всеуслышании. Может быть, они вознесут молитву Господу, и каждый из них оставит злой путь свой». Прямо как книги пророка Иона «Ненавитяне». «Ибо великий гнев и ярость, на которые Господь обрёк этот народ». Барух сын Нарей сделал так, как вел ему пророк Иеремия, прочёл в Доме Господнем свиток со словами Господа. Но это скандал, да. Нет бы в стол писать, то есть у себя хранить свои записи. Нет бы друзьям показывать. При всём народе, в храме, в священном месте. В пятый год правления царя Иудея Ивакима, сын Иосии, в девятом месяце был объявлен пост пред Господом среди всех людей Иерусалима и людей, пришедших в Иерусалим из городов Иудеи. О чём идёт здесь речь? Вероятно, какое-то особое событие, например, военная угроза та же самая. И, скорее всего, именно этот пост и имеется в виду. И поэтому очень важно, чтобы эти слова прозвучали перед постящимися. А пост – это не просто воздражание от еды и питья, в те времена полное, краткий срок, но полное. Но это ещё и усиленная молитва, поэтому люди собираются в Иерусалим для этой молитвы. И барух прочёл по свитку слова Иеремии пред всем народом во всеуслышании в Доме Господнем в зале Гемории, мы толком не знаем, что это, сына писца Шафана на верхнем дворе возле новых ворот Дома Господнего. Ну, какое-то из храмовых помещений. Там же не только жертвы приносились, там ещё собирались, там, возможно, были какие-то другие события. Михаил, сын Гемории, внук Шафана, слышал все слова Господа, что были в свитке. Он спустился в царский дворец, царский дворец расположен, соответственно, немножко ниже храма, в зал песцов, ну, вот, в канцелярию царскую. Там в это время сидели вельможи – Песец или Шама, Делая, сын Шамаил, Натан, сын Ахбора, Гемория, сын Шафана, Садакия, сын Хананни и другие вельможи. Михаил пересказал им всё, что слышал, когда барух читал свиток пред народом во всеуслышание. Вот, смотрите, царю эта весть приходит не напрямую, а через народ, причём по пересказу в его канцелярии царской. Вельможи послали Игуди, сын Натани и внука Шалемии, правнук Акуши, чтобы он сказал баруху. Вот как почётно именуются все эти люди, у них полная титулатура. Пророк он и есть, пророк Иеремии, и всё. А это, вот, смотрите, Игуди, сын Натани и внук Шалемии, правнук Акуши из какого-то родовитого семейства. Чтобы он сказал баруху, возьми свиток, который ты читал всеуслышание пред народом, и приходи, надо же разобраться. Вот, смотрите, они не то что закоренелые какие-то мерзавцы, они пытаются разобраться, пытаются найти какой-то для себя способ с этим исправиться. Барух с Анарии взял свиток, пришёл к вельможам. Они сказали ему, сядь, прочти нам этот свиток. Барух прочёл им. Когда вельможи услышали все эти слова, они в ужасе переглянулись и сказали баруху, мы должны передать все эти речи царю. Ещё бы, они сами не решают. Ещё они спросили баруху, скажи нам, как ты записал всё это из уст Иеремии? Важен первоусточник. Кто подучил себя этим речам? По чьей-то указке ты действуешь? На чью мельницу воду льёшь? Из уст Иеремии баруха ответил, он своими устами, он говорил мне все эти слова, я записывал их в свиток чернилами. Вельможи сказали баруху, ступайте, ты, Иеремия, спрячьтесь, чтобы никто не знал, где вы. Бегите, спасайтесь, потому что царь вас за это не помилует. Причём вельможи, вероятно, понимают, что эти слова-то могут оказаться настоящим пророчеством. Вельможи пошли к царю во дворец, а свиток оставили в зале песца или шамы. Они пересказали царю все эти речи. Царь послал Игуди, чтобы он принёс свиток. Игуди принёс свиток из зала песца или шамы и прочёл его вслух при царём и всеми вельможами, те стояли подли царя. Царь тогда жил в своём зимнем доме, это было в девятом месяце. Ну, то есть зима была тогда, лето, год начинался где-то весной. При царём пылал очаг, как только Игуди зачитывал три-четыре столбца, а царь отрезал их ножом, которым, пользуясь записцы, бросал в огонь очага, пока весь свиток не погиб огня очага. Что значит столбцы? Тогда были не книги, вот как у нас, да, в виде такой книги со страницами, а были свитки, на которых писали столбцами. Да, вот один, второй, третий прочитал, отрезал царь, потому что перематывается свиток дальше, освободилось. И это ни царь, ни его слуги, которые слушали все эти слова, не ужаснулись, не разорвали на себе одежды. Только Элнатан, Далая, Гемарри, умоляли царя не сжигать свиток, но царь не послушал их. Царь велел Ирахмеелу, царскому сыну, сыроя сыну Аризриэла, и Шелеми, и сыну Авдеэла, схватить песца Баруха и пророка Иеремии, но тех укрыл Господь. Вот смотрите, даже вопрос не стоит так, говорит ли Господь, как нам покаяться по этому поводу, а просто и так, это что, это вообще, говоря современным языком, спам какой-то нам пришел, какая-то абсолютно ненужная писанина ни о чем. Ну да, наверное, спам, потому что нам так удобнее. Говорят ли рукописи, а впоследствии Михаил Афанасьевич Булгаков задастся этим вопросом. После того, как царь сжег свиток с речами, который Барух записал под диктовку Иеремии, и было Иеремии слово Господне. Возьми другой свиток и запиши в него все прежние речи, что были в первом свитке, в том, который сжег Иоаким царя Иудея. Скажи Иоакиму царю Иудея, так говорит Господь. Ты сжег этот свиток, сказав, напрасно ты, Иеремий, написал, что придет царь Вавилон, и землю сию уничтожит, истребит на них и людей, и животных. Потому так говорит Господь об Иоакиме царя Иудея. Не будут его потомки восседать на престоле Давида. Труп его будет брошен на зной дневной, на холод ночи. Я покараю Иоакиму, потомков его ислуг, за их преступления. Я пошлю на них, на жителей Иерусалима, на всех людей иудеев, все те беды, которые я предрекал им, но они не слушали. То есть, смотрите, что он так строго наказывает за то, что свиток сожгли, подумаешь. Да нет, это же было предупреждение. Если не покаетесь, то все будет плохо. Они не покаялись, все будет плохо. Для чего нужны пророчества? Для того, чтобы изменить будущее. Не для того, чтобы его предсказать, а для того, чтобы его изменить. Если люди готовы его менять. Иеремей взял другой свиток, дал вописцу Баруху, сына Нарии. Барух под диктовку Иеремей записал туда все речи первого свитка, который сжег на огне Аким, царь Иуде. И много похожих речей было добавлено. То есть, еще даже и страшнее вышли пророчества. Бесполезно пытаться сжечь. Очень часто люди пытаются уничтожить весть. Не изменить жизнь, на которую указывает весть. Но уничтожить весть, если нас никто не критикует. Вроде бы с нами все в порядке. Если кто-то нас критикует, то все очень плохо. Но надо сказать, что это тоже не личная особенность этого конкретного царя. При его преемнике Садыке будет происходить что-то очень похожее. Об этом следующая 37 глава. Садыке